Друзья, начался двадцать третий год. Это значит, что 20 лет я общаюсь с вами. Открываю новые законы. И это есть, но пока это все на грани гипотез, к сожалению. Вот, продолжим сейчас. Значит, у меня появились особые отношения с самыми умными, грамотными садоводами-любителями. Вот один из одного Владимира Терентьевича. Нашей команде, я могу так выразить все образом, он самый умный, самый грамотный. Ну, по крайней мере, самый грамотный, это уже точно. Я один из самых умных. Вот, значит, он часто играл роль справочника, что ли. Вот. И однажды случилось следующее, когда на меня начались нападки, грамотного мой старый друг промолчать не смог. И родилась вот такая статья, потом еще одна, а потом еще несколько. Вот это я, это было прям было. Значит, начиная уже как бы ауди, сейчас читачей все меньше, а слухачей все больше. Будем надеяться, что человек где-то засыпает, включит, услышит мой голос. Вот. И так под мой монотонный голос, глядишь, заснет и сэкономит на, например, на снотвольных таблетках. Так, проверяю, идет ли запись. Ага, запись идет. Продолжаем. Итак, читаем. Это важнейшее. Да, я обещаю, что такое селекционное клонирование. Да очень просто. Есть оно народное полузамерзшее дерево. Смотришь, допустим, 20% веток мертвое. Я про эту статью писал. Допустим, еще 9% ветки живые, но видеть ничего нет. А какая-то еще и плодоносит. Смотришь, при прочих, в разных условиях. Оттого, кто отказался это принимать, уже были очень даже вежливые. Такие, ну, куда ты суешься, но очень вежливые. Мы это проходили. Вот Гарнаула даже решила за меня заступиться. Раз какая-то ветчика выжила, берем с нее почку, прививаем. И, может быть, в какой-то степени, найдя эту почку, я их наглую называю особыми, с повышенной мировой стойкостью. Именно это отрицает наука. Вот. В лице очень, как-то очень авторитетных оппонентов. Вот. И, как бы старый, как бы новый. Кто-то верит, кто-то отрицает. Практическая авторитета, вроде бы, есть. А теоретического обоснования, как бы, не хватает. А тема это касается многих садоводов северных регионов. Это акклиматизация нежных южных сортов плодовых деревьев. Суровая последняя зима показала, что проблема акклиматизации, которую пытался решить более 100 лет назад еще Мичурин, остается актуальной по сегодняшний день. По вызову для подготовки этого материала послужила статья Железова «Теория и практика селекционного планирования, опубликованная в Пазенде, номер 4 за 2008 год». О, ребята! 16 лет! И не шаг вперед! Где он попытался подвести теоретическую базу свою и дать обоснование результатам своей многолетней работы и трудам северногорских садоводов по акклиматизации некоторых южных растений, приведите хотя бы к условиям своего региона. Так, прошу прощения, по-старому же, большая боязнь сквозняков. По их многочисленных статьях, публикациях, во железо последовательно и настойчиво притворяет жизнь, поставленную перед собой цель – увлечь как можно больше людей благородным делом, выращивать уже садов в Сибири. Читая многочисленные опыты к садоводам, я увидел, что основную массу среди них составляет двоеточие. Просьба выслать посадочный материал, дать советы, а также делиться своими успехами и неудачами. Но среди них я почти не встретил даже попытки проанализировать его теорию и методику по акклиматизации. Наука тоже пока молчит. Некоторые называют его даже шарлатаном. Ну, шарлатаном, я знаете, когда стал? Была совершена невиданная провокация модераторами сайта раскрученного журнала «Превсадебное хозяйство». Они вставили фамилию некоего человека, назвали его Железом Валерий Костеновичем. Вот. И дальше сказали, что сейчас, от моего имени, что сейчас он будет учить академиков, наглый тон. Вот. Мои друзья спохватились. Это не Железов. Прекратите. Вот. Ничего не получилось. А в то время был очень популярный журнал. И бес разошла. Мы эту наглость не простили. Вот эту подлость не простили мне. Я оказался шарлатаном. Некоторые моим импонентам опять покажутся, что я восхваляю ВЖ, и что статья опять заказная. Я ее когда первый раз сам увидел. Пока наука молчит, я со своей любительской колокольней, попытаюсь восполнить этот пробел. Там есть еще кто-нибудь, что-то добавит или поправит меня. Чтобы сделать такой анализ, потребуется обратиться к программам и наследие Великого Митюрина ВВЭ. Так вот, кто-нибудь добавит, добавил. На тот момент один из ведущих специалистов одного из ведущих институтов. Уже не буду ни фамилию трепать, ни название что-то. Московский ведущий институт селекционный. Вот он меня и поправил. Все почки одинаковые, все одинаково. Вот, молодец, но зря вышелся. Вот, есть у меня его это. Она была опубликована в крупнейшей газете. Его рецензия. Вот, то есть он меня поправил так. Это не новый путь. Добиться, если все почки обменят одинаковую морозостойкость, добиться никакой селекции, отбора невозможно. Так, итак, чтобы сделать такой анализ, потребуется обратиться к труда наследию Великого Митюрина. Ведь именно он более ста лет назад пытался акклиматизировать южные сорта плодовых растений, потратив на это занятие десятки лет напрасного труда. Да, правильно он пишет. Митюрина это признавал коту под хвост. Но так и не получил положительных результатов. Был вынужден отказаться от этой мечты и перейти к созданию новых устойчивых сортов путем посева гибридных семян. В скобках половой гибридизации, что и позволило ему в более короткие сроки передвинуть до низу произрастания южных сортов дальше на север и к Сибирь. Чем не проснулся на весь мир. Путно попытаемся узнать, почему не удалось акклиматизировать их. И возможно, начал издей к его выводам, которые позволяло бы продолжить не окончу им работу. Как говорят, истинно познаются в сравнении. Моя задача сравнить теорию практики ОВЖ с выводами Митюрина. А начну я этот анализ выдержек из работ Митюрина. Сорт иностранного происхождения. Если он еще не имел на своей родине скрытую способность выдерживать подходящий климат в нашем месте условия, не может акклиматизироваться путем переноса готовых уже растений. Их черенков, отводка и т.п. И все попытки в этом роде, по большей части, не достигают своей цели. То есть на родине он был морозостойкий. Но милости просим, это я перевожу по-другому. Милости просим в России. Если нет, значит бесполезно. Случается, что подверг для акклиматизации какой-либо сорт и просуществует год-другой. Несколько лет. Затем, в конце концов, все-таки погибает. И далее читаем. Случается. Это Мичурина. Случается. Заведомо внешний иностранный сорт, попадая при прививке на дичок, обладающий из ряда водно-бодающей способностью пересиливать требования привитывания сорта, и, так сказать, изменяя свое настроение в сторону уменьшения роста, увеличения плодоношения, лучшей окраски плодов, и, наконец, в сторону выносливости. В этом последнем случае, вот, то есть в случае выносливости акклиматизаторы приписывают удачу своим трудам. И, конечно, кстати, я приписываю. И, конечно, ошибаются, потому что взятые чернки от такого внимания выносливого экземпляра при прививке на другие дички дают опять денежное растение. Вот. Конечно, если правильно бы поступить, то подобные случайно попавшиеся подвой, следовало бы путем отводков размножить, внимание, чтобы удержать и использовать ценное достоинство, и затем уже на отводках поливать упомянутый держишь сорта. Ну, вы сами понимаете, раз я еще об отводках, мы не говорим тогда, получается, про абрикосы, мы говорим, наверное, про яблони, сливы и вишни. Там отводки есть, больше нигде нет. То есть уже узко, узковато получается. Как видим, в начале Мичурин вынесу вердикт, что нельзя путем прививки акклиматизировать нежный сорт. Но, оказывается, есть исключения из этого правила. Вот что он пишет дальше. Наконец, вероятно, попадаются, хотя и через учебные ряда, такие подвой, которые имеют силу изменять навсегда свойства некоторых примитых, то есть одно. И если такое изменение и является в смысле выносливости, то сорт получается действительно акклиматизирован. Вот здесь то есть скрыта та лазейка, которая позволяет преодолеть запрет Мичурина. Для начала нужно соблюдать два условия. Вы же понимаете, что вот сейчас Владимир Матерьевич меня уже цитилит. Первое. Подобрать. А может Мичурина? А нет, запрет Мичурина. Значит, у меня. Первое. Это подобрать для подвозь дичок с выдающимися способностями пересилить требования привитого на нежного сорта. Второе. Размножить дичок так, чтобы удержать его ценное достоинство. Железов решил эти условия. Так. Для подвоев выбрал самые дикие, самые моростойкие сорта плодовых культур. А второе условие. Он выпал из следующего раза. Из одного семечка, косточки выращивают дерево, дикое, а потом для сельса все берут семена. И все время выращивают сельсы для подвоев, собирая семена только с одного этого дерева, маточное дерево. Вот это я понимаю. Терентьич, он вник в это дело до конца. Но этих условий для полных акклиматизаций еще недостаточно. То есть вы уже поняли. Все подвоев родственники. Одно из моих этих самых условий, моей вегетативной гибридизации. Вот. Но в данном случае речь идет нет. Оговорился. Условия для селекционного клонирования. То есть селекция с помощью клонирования. Вот что пишет по этому поводу Митчури. Чтобы развить и закрепить способность укоренения червяков из побегов, так в особенности из корней, нужно постараться повторным укоренением в течение следующих лет приучить к этому процессу. И таким образом увеличить и закрепить это свойство в сорте. Здесь нахожу, нужно пощеркнуть, безошибочную возможность приучения молодого сорта как упомянутому процессу размножения теми другими червяками. Приучения. Так и вообще ко всем другим операциям полезно садово. Ну так, то есть не только укоренение. Вот. В таких случаях ежегодное повторение приема в операции процесса входит в привычку организма растительного сорта. раз от раза дает больше и больше процентов удачи. Я, в принципе, много на себя не беру, но насыщение ментором, поэтому Митчурин, удачное решение. Ну, когда я это все придумал, я не знал вообще, что Митчурин этим, даже вообще, даже думал в эту сторону. Оказывается, думал. Вот. И в какой-то момент я понял, что я чуть ли не плагиатр. В таких случаях ежегодное повторение приема в операции. Я все это сделал так. Итак, подумаем все. А, нет. Давайте читать. А то зачем тогда я вообще этим занимаюсь в данный момент. Цитирую. Вот. Так, 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 ага. В таких случаях. Нет, это мы прочитали. Все больше процентов удачи с каждым этим поколением. Так. С каждым повторением. Так, например, способность хорошего перестания глазков при окулировке или перестания щелков при окулировке развивается тоже постепенно года 4. Это я называю цифром. Надо минимум 4 года. Последовательные прививки. А, погодите. Вот только это он еще и начинтирует. Причем середаки каждый раз берутся не с маточного дерева, а с привитого в предшествующем году экземплярия. Вот. В предшествующем году. Вот еще одно важное звено. Нужно приучить сорск успешных удачевой прививки на подвой. Я специально нашел эту статью. Сейчас поймете почему. Я сейчас буду отказываться от этого. От того, что это чисто моя идея. И буду становиться вторым номером поселечерином. Нужно приучить сорск успешных удачевой прививки на подвой. А так как культурные сорта и дикие подвой стоят на разных ступенях развития, относятся к разным видам, они плохо приживаются при прививке. Гведички размножались семенами, а не с помощью прививок. Им незнакома эта операция. В неоднократном повторении мы получаем новый организм. Вегетативный гибрид с биологической совместимостью. Кроме того, в результате повторных операций, и по видимости, закрепляется свой саморазостойкости, входит в привычку, полученную от подвоя дичка. Таким же образом идет и с железом. Как он нашел-то эту аналогию? Я пока он мне эту статью написал, я понятие имел, чем занимался Мичулин, именно в этом плане. Если посмотрим на его методику, повторение в нескольких поколениях. И последнее. Насчет повышенной морозостойкости, некоторых посек, о которых пишет Мичулин, также замечал это явление. И Мичулин замечал, вот как он пишет об этом явлении. Не всегда плодовые почки бывают менее выносливыми к морозам, чем остальная часть дерева. Бывают исключения. Попадаются сорта. Ну а почему он так пишет? Добыча как? Первые замерзают почки, а потом все остальное. Попадаются сорта, у которых плодовые почки обладают гораздо большей выносливостью, чем остальные части дерева. Но, конечно, это является исключением. Вот в поисках таких исключений Железов и обследовал сады своего района. И находя такое исключение, по своей методике, закреплял и, возможно, увеличил морозостойкость этого сорта. Так, ну главное, этот сад уже обладал морозостойкостью, хотя бы даже в одной ветке или даже в одной сохранившей почке. Но они могли появиться в микрозоне садов, просто только благодаря народной селекции. Вот как описывает этого же я. Затем удачные образцы с помощью перелег, переселяли другие сады. И так поколение за поколением. Наиболее, это он меня уже цитирует, наиболее продвинутые садоводы придали этому процессу целенаправленный характер. И чудо произошло. Так, на пустом месте чудо не происходит, пишет Теречи. А теперь посмотрим, как проводил акклиматизацию Мичуев. Он брал черенки южных сортов, прививал на морозостойке подвой, и ждал, кто из них выжил. Кто-то сразу замерзал, кто-то по папке выдающейся подвой тянул лямку еще лет десять. Внимание! В результате из тысячи саженцев практически не осталось ничего. Железо уже решил продолжить дело начатое. Я не решил продолжить. Я начинал с нуля. Я не знал ничего. Вот, клянусь Богом, крестюсь, никогда не шучу с Богом. Ну, так получилось, что мы в одном поле ягоды с Мичуевым. Извините, что я себя посмел поставить рядом с Евгением Мичуевым. Железо уже решил продолжить дело начатое и незаконченное Мичуевым, интуитивно, еще каким-то образом, творчески. Не, у меня ночью кто-то нашепчал во время сна. Поэтому он намекает, что я рассказывал. У меня ночью нашепчал кто-то в ухе. А сам я был дурак-дураком, когда выражал вот такие вот теории. Итак, продолжил дело. Торский подошел к выводам Мичуевина, развил, клянусь, не знал, ничего не развивал. Так сложилось, что якобы. И разработал свою встроенную методику акклиматизации южных, тяжелых сортов и сплодовок культуры. Такой методики у Мичуевина не нашел. В своей работе, я больше вот за это спасибо. Значит, все-таки я себя рядом с Мичуевым имею право поставить. Железо использовал в достижении все-таки он может садоводить, то есть отталкивался от достижения, то, что очень помогло ему. Он не брал любые попальшую под руку черки, а только те ветки или почки, которых переживали очередную суровую зиму, так как они обладали уже определенной степенью морзостойкости. И это был, как говорят, в начале стартовой капитала. Дело оставалось за малым, только нарастить, закрепить свойства, что и делает ВЖ Железо. Чтобы считать такие сорта акклеватизированным, как мне кажется, еще определенное время, нужно еще определенное время, чтобы свойства выносливости закрепилось, и отложилось к генной памяти сортов. Вот тут теряйтесь за 1-2-3 поколения, считается это невозможно, в принципе, считается этими самыми генетиками. Ну, а так как я уже давно считаюсь этим Лысинковцем и Мичуринцем, вот, я считаю, что вы правильно написали. Вот. Как вы пишете? Как ему кажется, Теренчу, еще определенное время нужно, чтобы свойства выносливости закрепилось в генной памяти. Но не миллионы лет. Вот. Чтобы это свойство передавалось по размножению, то есть были наследуемые признаки, хотя бы вегетативным путем. Ой, сколько копий было уже 20-20 лет. Сколько копий железов-то. Ё-моё, проходи мисс, ё-моё, какой-то металлург, ё-моё. Ну, спасибо, Теренчу, за то, что ты заступил сюда меня. Но опять же, тут правда есть одно, но ничего не предупреждал. Это очень важно, ребята. Единичные экземпляры растут и плодоносят. Тем не менее, при первой попытке размножить такие псевдоаклиматизм высота прививкой на другие подвои. Заблуждения обнаруживаются, так как выносковостью в других предметах из земляров уже не наблюдалось. А кто из седежелезов придумал такой вот весь постулат? Вегетативные, это отдельно всего этого, мои наблюдения, вегетативные, вегетативные гемелины, существуют. Хотя про них пишут эти генетики, что их не существует в природе. Вот. Существуют, но в единственном числе, вы чувствуете, как оно переплетается и сращивается с мячоринскими мыслями? Вот так вот. Повторяю. Псевдо-аклиматизированные сорта прививкой на другие подвои заблуждения обнаруживаются, так как выносливостью других прививок уже не наблюдалось. Вот почему железо постоянно напоминает, что прививать его сорта надо на дикие подвои выращенные из косточки и семян. Взятых с одного дерева, с одного дерева, вот это вот, вот это вот главное, вот это вот нажал, вот покрасил, с одного дерева, по-видимому, поэтому и постигла неудача товарища Киселя из поселка Краснобровский Кировской области. Привожу выдержки из письма Кисельба и ВЖ, то есть железу. Первый членки получил от вас 25 февраля 2005 года. Весной все привил, где было возможно. И уже летом 2009-го, кроме взрослой полукультуры, каплодусили Белба, Красная, Живлевская и т.д. В 2010-м году он сообщил, что все они замерзли. Другая молодача черенков яблони тоже сообщила ВЖ, что ее прививки тоже выдержали, которые были привиты на ранетки. Если мы хотим получить результат и оценить сорта, полученные с железа, то мы должны следовать ее методике и рекомендациям. Если сказано, поливать черенки яблони не только на подвое, полученные путем просева Семен-Семенской ягоды, яблони, значит, таки надо делать. Или какой самодеятельности. Ведь Мичурин не зря предупрежал, что нельзя прорывать на другие подвое, иначе выносливость уже не наблюдается. Ведь у них регион совсем много, и клима тоже. Значит, не нужно было ждать 34 года, когда заплодилось, а попытаться повторить искать прививку, соблюдая методику ВЖ. Вот, чтобы закрепить можно стойкость, желать ее нарастить. Но, обязательно середактивно резец цицель, яблони привод прошлого года, самое ценное это то, что выжило после Сорграса к морозу, и на подвое получат посева семян, и обязательно родичков. И сель даже в первом приближении не выполняет ни одного из пунктов данной рекомендации. Хуже того, привел все в крону, и даже куда попало, но, как говорят, под услугой Минограду. Вот только тогда можно будет говорить о том, что методика и теория предложенных в ВЖ работают. А не так, что кто-то привел очередь на полу культуру, кто-то на ранетки, и как обычно на где только было можно, кто-то слив крону, а кто-то даже на домашнюю сливу. Чтобы испытание сортоп проходило беспристрастно и корректно, нужно, чтобы методика своего рода инструкция соблюдалась без укоризина. Вот только тогда можно давать оценку в работе в ВЖ. А это уже зависит только от нас, испытателей в ассортоп. А цель моей статьи не давать оценку рассаживаться в ВЖ. Его методики тревали. Видите, как он аккуратно. А провести анализ, а поставить методику с проводами Сава Мичурина. Если они соглашаются между собой, значит, они занимаются, согласуются, занимаются, но в ВЖ. и ставое направление проводимы в работе. Но об этом в следующем материале во имя родового. Так, я не отключаюсь. Тут у меня много проблем связанных с родственниками. я борюсь. Я сейчас даже настолько важна вот эта статья, что я сейчас отключу даже телефон и продолжу. Пока все коротко. Я десятки сотни уже материалов. Все это уже разжеванно. Но Гранавула это особый человек. Вот. Он сопоставил так и что получается. Я сейчас ненадолго зайду и еще буду заходить, заходить, заходить. Почему? Потому что это очень, очень важно. Это настолько важно. и так нам нужно попасть, попасть, попасть ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. А вот мне нужно попасть в эту галерею. Понимаете в чем дело? Прошло как 2008 было, да, 16 лет. Что за это случилось? Да, ночевал, отталкивался от того, что шарился по чужим садам и можно было даже упрекнуть, что на всем готовом. Но это все готовое со временем исчезало без следа. А у меня оно, пройдя мою подготовку, я на всех случаях еще раз подскажу. Внимание, ребята, внимание. Значит, первое, значит, вы знаете, в случае особой, я бы мог сказать, что говорить, я боюсь, в случае особой, в чем он вырисся. Однажды у меня заплодоносил манджурский абрикос, сейчас он гигант, ему сейчас около 40 лет, он носил последние 35, только с его косточками и с тех пор, и до сих пор, и именно в этом, где-то примерно на 33-35 год он дал 40 ведер, огромное богатство. и все вот то, что вы видите, вот это вот, вот это вот, вы видите, что желтый, это абрикосы, а все они, все они, значит, уже приучены к нему, то есть уже закончена работа особая, за эту работу я, как минимум, заработал государственную премию, вот, только наука не знает, чиновники не знают, президент не знает, вот, а на самом деле получается, что работа закончена, морозостойкость повышена до 40 градусов, даже персики уже не замерзают около 40 градусов, это особая работа, вот, и я загибаю пальцы, как, так же, как там, но, если бы, можно, у Мичурина получилось, дальше не шуйтесь, вот, привели, да, а переносишь, другое место уехал, а там уже не идет, а я-то что творю, мои костыльские мазурские абрикосы, мои черенки роскошных вот таких вот абрикосов, показать вам их? Вот, я как бы расшифровал это все, ой боже, вот это, когда же мне все это вам показать, вот, я не люблю, сейчас длинные, не смотрят люди, длинные эти самые, длинные фильмы, понимаете, вот с этого дерева, да, вот с этого, допустим, я, не хочется она открываться, вот видите, должна была сейчас крупным планом показаться, вы бы удивились, вот 100-граммовые плоды, черенок беру, переношу, а они давно родственники, понимаете, и я теперь, когда я благодаря Горнеулу ознакомился и вот с этими вот выдержками с работ Мичурина, я признаю приоритет Мичурина, я желез, никто никогда мне не кинет камень, фактически он все это придумал раньше, но сделать его реальностью досталось мне, я теперь говорю, я как говорю, селекционное клонирование железа, тут мой приоритет 100%, но есть еще, там было затронуто что, там было затронуто повторное, то есть несколько поколений, не с первого на второй, прививка, потом с первого на третий, с первого на четвертый, это тупик и есть, правильно еще он говорит, а с первого на второй, со второго на третий, с третьего на четвертый, то есть фактически получается, придумал-то не я, но я же знал, что он придумал фактически то, что потом Теренцис, Лаева Теренцис, Гордову, и еще другие друзья назвали это, вместо меня, они назвали это такое емкое, наиболее отражающее название, это наслоение ментора, наслоение, поколение за второе на третье, третье на четвертое, и пошло в холодное плавание, у меня огромный материал, чтобы все это произошло по всей России, сейчас уже сенсация с персиками, понимаете, вот, а так просто не может быть, вот посеете вот эти самые, получите в 20 раза меньше, лады, никуда вы не денетесь, итак, учитывая, что я тоже чему-то научился, узнал больше, вот, я убедился, что моя методика верна, приоритет открытия остается замечательным, дальше, раскрытие этих качеств, четкая методика, как горнового, уже чисто практически принадлежит мне, будем считать, отныне и навсегда, вегетативная гибридизация существует раз, так, значит, наслоение методика уже не насыщение по вечеринам, там что сближение видов, вот, с последующим этим появлением гибридов, сей-янцевых, здесь нет, здесь является в виду, что не ухудшая качество перевоев, использовать морозостойкость подвоев, и получилось ведь, итак, отныне, внимание, пусть знают все, вот, и никто меня камень не кинет, потому что наслоение ментора, методика, Мичурина-Железова, а тут я уже наглый, почему, потому что, если бы Мичурин увидел бы вот это, вот, вот это вот, вот, он бы, наверное, меня бы уважал, мы бы, наверное, спорили, копию бы ломали, был такой момент, ладно, еще два слова, Гаше придумал то самое, с чего началось, вот это катаваси, значит, на морозостойке подвои прививаем, культурное, вкусное, и Мичурин привил, а селеская рефция была мертва, как он ругался, как он, это, извините, чуть ли не проклинал, и Гаше, и его технологию, а у меня-то получилось, почему, потому что я же фактически выполнил, не знаю, но те же рекомендации, Мичурин, все по двое родственники, но в его время это было невозможно, а сейчас в одной посылке едут черенки манжурского абрикоса, и тут же едут эти самые, то есть косточки манжурского абрикоса, вот, и едут черенки этих культурных абрикосов, сам принцип, это касается яблонь, груш, слив, вишен, персиков, черешен, и все получилось, так, ну, тогда уже это, если бы признали приоритет Мичурина, который я продолжил и расширил, то есть даже наоборот не расширил, а в русские рамки вставил, наверное, извините, Нобелевская племя плачет, если бы ученый люд, настоящий ученый люд, кто в этом разбирается, у нас вообще этих абрикосоводов почти не осталось, вот, если бы это было бы, серьезно, и они бы это увидели, они бы сказали, да вы что там, Россия, с ума сошли, вы что творите, у вас же, нахрена вы покупаете эту травленную доль, когда уже резала ни капли яда, вот, не считая питомника, крестюсь и клянусь Богом, вот, не поливов, ничего, вот на этом, позвольте закончить первую часть, и еще раз, приоритет, Мичурина не оспариваю, вот, я к нему присоседился, со своими отдельными уточнениями, которые привели к невероятной сенсации, вот так вот, позвольте откладиться, но, случилось чудо, один наш молодой ученый, 7 или 9 лет в затронничестве, вдруг, его публиковала иностранная, крупнейший авторитетический журнал, и вдруг, российская наука, вдруг узнала, что среди них есть гений, вот, и там вырешу о том, о чем вы, что мы уже доказали практически, а вот теоретически, объединить бы усилия, вот он еще на русское премьер, ну, сюда никто никогда не заглянет, вот, Железов, как там было, фарлатан, величайшая подлость была устроена, и многие профессора, академики узнали, что Железов, это наглый тип, который написал, я научил тысячи академиков, и теперь слушайте только меня, вот это, еще было десятки таких празд, наглых, подлых, и все это с помощью модераторов разошлось по всей стране, модераторов под лицом, модераторов, которым нужен был скандал, много дней, месяцев, они, люди писали, это не Железов, это, это самое, поставное лицо, уберите, сотрите, и только в самом конце, они сказали, не, не извинились, они взяли, и мое опровержение напечатали, но дело было сделано, самые эти, на съезде садовода в России, с высокой трибуны прозвучало, Железов и Латинков, это шаманы, вот, а в другом месте, а их произведение, а вы знаете, что это? Это химеры, ну что, я уже завелся, все, заканчиваю, вы знаете, что химеры ни хрена не растут, а я выпиливал, нет, не было места, государство не дало, мне это самое, не дало мне возможности заниматься этим делом, 15 абрикосовых деревьев с урожаем от 15 до 30 ведер уже этого года, но 30-летних я выпилил, освобождая место, вот бы все бы это отправить, 150 банок погребе, настоящих этих самых, вот таких вот, от самых мелких до огромных, вот, понимаете, что-то случилось, а ничего не случилось, нахрен никому ничего не надо, вот, а я уже разволновался, мне обидно, вот, а Владимир Терентьевич, спасибо вам огромное, вы и сами положили большую гирю, как самый грамотный из наших, из моих друзей, вот, и мне позволили высказаться, все, друзья, до свидания, а это только начало, почему, навсегда прорвался, теперь ученый мир уже знает, что это все реальность, узнает теоретическую часть, и никогда не признается, что их обошел садовод Жерезов, садовод-любитель, он же Металлург, и так далее, никогда не признают, вот, не захотят ни авторитет поднять российское, это самое, российского садоводства, российской науки в целом, никогда, никогда, страшно, ребята, будем снизу, 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 и, может быть, в другой раз я вам покажу ту папку, где уже они разошлись, уже разошлись, уже круглее моих, чуть за другое место попадает, не то, что не замерзает, а еще краса становится, дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...